На повестке городского оперативного штаба усиление ограничительных мер из-за COVID-19. Все сферы города уже к понедельнику вынуждены перестроить свою работу. Важно снизить количество контактов между людьми, поэтому особое внимание сферам образования, спорта, культуры, а также сферам услуг и развлечений. Представители департаментов совместно с руководителями районных администраций обсудили важные изменения, которые придется внести. Заседание оперштаба прошло под руководством главы города Елены Лапушкиной. Основная задача всех этих решений – разорвать ту цепочку, которая приводит к такому массовому заражению. Школьники с 1 по 11 классы по всей Самаре уходят на каникулы с 25 октября. Решение о том, в каком формате будет организовано обучение с 8 ноября, очно или дистанционно, будет принято на городском штабе по коронавирусу, исходя из актуальной эпидобстановки. Подобные ограничительные меры коснутся также учреждений дополнительного образования. Их на время переведут на дистанционный режим обучения. Скорректировали на двухнедельный период и работу детских садов. Детские сады продолжат свою работу в режиме дежурных групп для тех детей, родителей которых вынуждены ходить на работу. При этом необходимо отметить, что предоставление места в дежурной группе в детском саду не требует от родителей предоставления каких-либо дополнительных справок. То есть необходимо просто заранее предупредить воспитателя, либо заведующего о том, что с 25 числа у вас есть необходимость для посещения детского сада. Закроются с понедельника и все магазины, кроме продуктовых, а также тех, которые продают товары первой необходимости, к примеру, лекарства или запчасти. Торговые центры, рынки, какие-то крупные помещения, где осуществляется торговая деятельность, имеющие площадь помещения свыше 2000 квадратных метров, пропускной режим устанавливается исключительно для людей, у которых есть QR-код о прохождении вакцинации, либо есть справка от лечебного учреждения о том, что они переболели ковидом. И, естественно, необходимо при себе иметь документ удостоверяющий личность для того, чтобы работник, находящийся на входе, смог действительно сравнить этот QR-код с документом удостоверяющей личности. Также с понедельника временно перестанут работать учреждения культуры, библиотеки, музеи и театры. Кроме того, приостановка работы коснется спортивных школ, фитнес-центров, кинотеатров и детских развлекательных парков в торговых центрах. Необходимые дополнительные ограничения вводят, чтобы прервать цепь заболеваемости и сохранить здоровье жителей Самары. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.